Немногие знают, что 5 октября поздравления принимают не только учителя. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают сотрудники уголовного розыска. На планерке начальник УГРУ отдела полиции номер один Алексей Пронин доводит до коллег оперативную обстановку за прошедшие сутки. На территории своего района, Ленинского, эти полицейские знают каждый куст и каждого злодея, который за этим кустом может притаиться в ожидании жертвы. От знания того, кто совершает преступления на той или иной территории, ну будем говорить про Ленинский район, да, можно преступления раскрыть, не выходя из кабинета. Уже лица, которые неоднократно привлекались к завершению тех или иных преступлений, то есть ты понимаешь, как они это совершили, по разным причинам, по разным способам, по тому же. И уже изучив материалы уголовного дела, уже понимаешь, кто может совершить. Это важно, это необходимо. В полиции майор Пронин работает уже 12 лет начальником угрозыска отдела с февраля прошлого года. Рассказывает, что с течением времени эволюция преступников и их методов налицо. Бич современности, мошенничество в сфере высоких технологий. Продвинутым юзерам сегодня ничего не стоит обчистить чью-нибудь банковскую карту. Причем жертва может жить, скажем, в Иванове, а мошенник в любой точке Российской Федерации. Чтобы афериста поймать, сотрудник уголовного розыска должен быть хотя бы чуточку расторопней и смекалистей. Впрочем, быстро ориентироваться в критической ситуации, предугадывать действия преступников и принимать важные решения – это и есть работа сыщика. Алексей Пронин вспоминает, как однажды нужно было незамедлительно пробраться в квартиру и вызволить из лап злодеев двух несовершеннолетних девочек. Пришлось сыграть пьяницу. И за дверью поверили. Мы поднялись, там, по-моему, третий или четвертый этаж был. Значит, поняли, что квартиру нам просто так не откроют. Значит, мне поступило указание от начальства, как угодно, я должен их вымыть из квартиры, чтобы дверь открыли. Вот, то есть я подошел к двери, прикинулся пьяным, знаю, что там притон. Вот, голосом нетрезвого человека, я там, конечно, с пользой ненормативной лексики обматерил всех и вся, содержательницу притона. Вот, слышу, там, за дверью кто-то зашебутился. Подошли, ну, слышу, дверь начали открывать. Дверь открывалась в подъезд, я дверь рванул. И туда уже зашли, значит, сотрудники оперативных служб. После таких историй было бы лукавством говорить, что сотрудники уголовного розыска ходят на работу, как на праздник. Более того, даже в свой профессиональный праздник они трудятся с раннего утра до позднего вечера. По себе знаю, смотрю на некоторых сотрудников уголовного розыска. То есть они, когда вот у них получают информацию какую-то, вот сейчас вот оно, раскрытие преступления, сейчас есть преступление, не лизнодейцы, которым бегали длительное время. Вот есть информация, вот знаем, где он находится, сейчас его возьмем, вот и привлечем к уголовной ответственности. Ну, у людей загораются глаза, вот какой-то адреналин у них идет. И, то есть, у них загораются глаза, у меня загораются глаза. А как загораются глаза у супруги Алексея, когда вся семья в сборе? Можно сесть за стол с родными людьми и просто попить чаю. Екатерина тоже сотрудник УМВД. И заботы мужа разделяет. Разделять приходится и маленькому Максиму. Тревога в 6 утра, с нами едет на тревогу, на все вызовы. Либо его маленький, когда был, брали с собой, вот прям честно, брала с собой на работу, оставляла его в кабинете, сама ходила там на тревогу, на вызовы какие-то. Екатерина хотела бы, чтобы сын выбрал для себя профессию военного. Но Максим, а он уже первоклассник, за кадром нам признался. О погонах не мечтает, а когда вырастет, станет строителем. Елена Вилова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.